итак 31 сейчас я разговаривал с южакином вот делаю отводок вот он этот отвода сюда я положил 3 отсюда я взял три рамки с пчелой 2 рамки с пчелой без меда и одну рамку с расплодом то бишь то бишь куда она делась то а вон она засевом с расплодом и вот смотрите первую я поставил с медом вторую с пчелой с медом с пчелой потом 33 с пчелой и матка вот на этой вот а вот это с медом с медом вот вот тут чуть-чуть засев есть но вот труд не до видите вот они труд не и перга вот ставлю сюда сюда и вот мед мед ставлю нас на следующей неделе будут снег и морозы снег морозы и поэтому лучше сделать сегодня отводки потому что ноль ночью будет всего лишь минус 3 и для этой пчелы это не что это будет спокойно так вот так и вот поставлю сушь но сушь поставлю вот сюда я вам советовал в это место ставить без башинки но я это покажу на других семьях а сюда сейчас я опять-таки поставлю с медом вот с медом вот с медом вот с медом которая должна обязана работать у вас без нее не будет хорошо у вас все вот оно состояние пчелы отсюда забрал три рамки всего с пчелой и одна рамка засев и пчела теперь вот так берем ложим ложим дальше пошли где нет и реки то сейчас 0 градусов хорошо что нет мы этого ветра поэтому я делаю отводки еще завтра 1 апрель никому не верь но каждый год в этом году я начну 1 апреля хотя уже сегодня начал лишь только потому что вот видите странная вентиляция странная вентиляция так 1 апреля начинаю лишь потому что зима была очень хорошенькая то бишь было много снега очень много снега были морозы 27 и 30 и по этой причине я надеюсь что надеюсь что будут окна вот в апреле будут окна при которых вот смотрите вот видите да открыто и вот и берешь вот ложишь здесь осталась щель ложишь здесь осталась щель видите да и это простые утеплители все сейчас я вам положу крышку но еще вот сюда надо будет положить пенопласт итак сейчас отсюда буду брать но эту процедуру я показывал вам все те четыре года это я вам показывал три четыре способа как делать отводки не нанося ущерб не нанося ущерб пчелам и в этом году я покажу пятый способ хотя в том году кстати вот семья адвоката и горова и как я сделал отводок вот этот вот этот способ я буду больше я буду делать в этом году вот это тоже хороший но с немного мороки много надо перебирать семью там вот это вот все делать но зато вот этот старт вот именно вот это вот постановка вот этих вот рамок она способствует тому что морозы минус 5 да но матка то с расплодом здесь а пчелы очень много и они естественно если уж холодно они станут с матерью а если уж будет опять-таки окна и теплые дни то вот эти все рамки которые здесь пустые стоят сушь они будут наполнять медом я вам сейчас показал ролик для южакина и там и здесь тоже есть но здесь вот почему-то в малом количестве вот там в большом количестве в этих вообще во всех семьях фактически только у некоторых я вижу свежий мед у некоторых не так много вот в большом количестве вот у этих и вот не так уж большом количестве у этих на эти рамки с медом я поставил сюда в этот отводок поэтому вот так по ходу пьесы я делаю отводки сегодня завтра первое апреля и 8 9 апреля будем встречать первых маточек почему восьмого и девятого опять-таки вот те пчеловоды которые уже эту кухню знают будьте добры и пишите на вопрос откуда я говорю восьмого девятого будьте добры и пишите им откуда вы я это знаю и покажите им те ролики которые вы уже знаете что в этих роликах я показывал как приходят первые маточки через восемь девять дней это не так часто но в природе это есть и я объяснял почему это есть в природе поэтому первая проверка это восемь девятый день и одиннадцатый двенадцатый а потом уже когда двенадцатый проходит там уже хочешь смотри хочешь не смотри 16 может быть приходит тринадцатого может четыре может пятнадцатого но я уже смотрю шестнадцатого и уже я не гонюсь за этими матками так как придут матки я их вырежу именно это лекции кашковского что таким способом когда сама пчела выбирает яичко делает с нее маточку то эти маточки отличаются своей способностью вот она вам подтверждение всей науки вот они осенние матки здесь и рождались матки это восьмой девятый месяц десятый месяц вот они перезимовывают пчел меньше не становится хотя вот у этой семьи вот мертвые пчелы вот они я высыпал вот сюда вот они мертвые пчелы вот эту фанерку я больше ставить не хочу потому что она очень сильно становится мокрая и от нее очень большой плесень остается сегодня то строительная фанера которая покрыта специальным лаком и на ней не бывает плесени так что вот таким методом тыка я избавляюсь от всяких шалостей но тем не менее обратите внимание ведь пчелы что у вас что у меня ваш и большой вопрос от яда или же от чего-либо а у меня вопрос от какой болезни и почему все-таки сыпется пчелы ведь воротоза здесь а и его но но осенью его остается всего ну где-то может быть 5-10 процентов я ничем не обрабатываю но я примерно вот эту цифру знаю даже если я вижу на пчелах бывает на матках по два по три воротоза бывает на матках они ползают я делаю ничего и вот они эти пчелы с которыми я делаю ничего все живут и вопрос у меня один конечно я потом вам буду рассказывать в процессе вот таких вот процедур в чем же главная причина по моему на что надо внимание обращать и сразу в лед вам говорю если не вы не будете вот это это хорошо перезимовала она уходила в зиму на семи и пришла на семи прекрасно падешь там практически никакой вот вот они вам не не отводок делаю не потому что мать прекрасная потому что у ней труд не будут шикарный вот на этих труд не я буду молиться а то что сюда я могу поставить любую другую рамку с яичками и когда будет матка выходить вот нужно чтобы у вас вот отсюда вышли труд не вот на них надо молиться это во первых во вторых сейчас до 15-го 20-го мая о труднях нету речи общепринятое пчеловодство оно будет оно будет отдыхать все труд не вылетят после 20-го 1 июня будут начнутся труд не именно по этой причине я хочу чтобы именно мои труд не обгуливали по барабану какие матки выйдут родословные приходят вот от этого трудня вот он передаст вот эту силу этой семьи против болезней против воротоза против 150 болезней вот на него вот на его яички надо молиться а не на те которые отваливаются в процессе обработки как говорит гопка после китайских полосок у трудней яйца отвалились поэтому те кто хочет поржать конечно ржать как это счастливого пути в ваших ржаниях чтобы животик не раздувался и не обосрались а те кто хочет иметь таких пчел значит просто запоминайте и пишите самое главное пишите пока пока всем привет